22 июля 2011 года норвежский ультраправый террорист и националист Андерс Беринг Брейвик подрывает бомбу возле правительственного здания Восла, а затем отправляется на остров Утоя, где устраивает массовый расстрел в молодежном лагере. В результате двух терактов, совершенных Брейвиком в один день, погибает 77 человек, 60 из них преступник убивает на Утое. Ничего подобного Норвегия не видела со времен Второй мировой войны. Привет, я Ангелина. Мы продолжаем проект, в котором рассказываем вам о громких преступлениях и очень опасных людях. Не забывайте, что ваши лайки и любая активность под этим видео помогает нам продолжать работать. Спасибо. Будущий террорист и националист Андерс Беринг Брейвик родился в 1979 году в Осло. Его отцу Йенсу 44 года. Он работает на дипломатической службе в норвежских посольствах Лондона и Парижа. Мать-медсестра, она младше мужа на 11 лет. Для семьи это нежеланный ребенок. Брактенца и Венки не складывается, и через два года родители парня разводятся. Высшее образование будущий преступник получает в норвежской школе менеджмента, а затем с 1999 по 2009 меняет несколько должностей в компаниях, близких к IT. За два года до теракта норвежец открывает компанию Брейвик Геофарм по выращиванию овощей. Это важный элемент в его биографии. Почему скоро расскажем. А пока небольшое уточнение. Брейвик был сторонником правой партии прогресса. Со временем его взгляды радикализируются, и он разочаровывается в политических партиях. Мужчина считает, что демократически бороться за власть бесполезно. Объектами его ненависти становятся ислам и мусульмане, мигранты, а также левые либералы, социалисты и марксисты, которых он обвинял в ползучей исламской колонизации Европы. А теперь к Брейвик Геофарм. Официально компания будущего террориста занимается выращиванием овощей. На основании этого мужчина покупает удобрения и расходные материалы, из которых впоследствии изготовят взрывные устройства. В 2010 году, за год до терактов, Брейвик приобретает карабин и пистолет. Причем легальным образом. Это человек не маньяк. Это просто циничный убийца. Возвращаемся к истокам маниакального поведения. В основе многого, подавляющего большинства маниакальных проявлений лежит социопатия, человека-ненавистничество. Вот у Брейвика это ярко выражается. Он просто не любит людей как таковых. Он считает, что многие люди недостойны жить, вообще существовать на этом свете. И он взял на себя ответственность обузу, такую вселенскую, миссионерскую. Вот разрешите этот вопрос. В мае 2011 года мужчина уезжает на ферму, которая находится в 200 километрах от столицы. Там преступник собирает взрывные устройства. 22 июля 2011 года со взрывчаткой весом в 950 килограммов он отправляется в Осло. Этот день станет трагедией для всех жителей Норвегии. В 15 часов 16 минут в форме полицейского террорист подъезжает к одному из корпусов правительственного квартала Осло на микроавтобусе. Там он поджигает фитиль бомбы рядом со зданием, в котором располагается Министерство юстиции и полиции, а также офис премьер-министра Норвегии. Затем мужчина садится в заранее подготовленный для себя второй автомобиль и уезжает из правительственного квартала. В 15 часов 25 минут звучит взрыв, в результате которого погибает 8 человек. Андерс Брейвик отправляется на остров Утоя, который находится недалеко от Осло и принадлежит Норвежской рабочей молодежной лиге. Каждое лето сюда приезжают сотни подростков со всей Норвегии. Добраться до острова можно на пароме. Его сотрудники уже в курсе произошедшего в Осло, однако пока подробности трагедии никому не известны. Брейвик предъявляет капитану парома поддельное удостоверение и говорит, что его отправляют обеспечивать безопасность в молодежном лагере после теракта. В 17 часов 20 минут террорист приплывает на остров, где находится около 600 человек. Оказавшись на Утое, Брейвик убивает руководителя лагеря и начальника по безопасности, однако эти преступления остаются незамеченными для остальных. Настоящий страх и ужас появляется на острове после того, как террорист приходит на поле, которое заполнено палатками отдыхающих. Планы террористов ходило убить всех, кто находится на острове. Брейвик пощадил лишь двух ребят. 11-летнего сына, начальника безопасности лагеря, которого он убил ранее, и 22-летнего парня, умоляющего террориста о пощаде. При приближении Брейвика один из юношей спрыгнул со скалы и разбился о камни. Другой юноша утонул, пытаясь уплыть с острова. Единицам удалось притвориться мертвыми, хотя в таком случае Брейвик обычно делал контрольные выстрелы. Десятки отдыхающих в лагере скрываются в административном помещении и тем самым спасают себе жизнь. Общее количество жертв на острове в этот день достигло 69 человек. Полиция практически сразу получает сообщение о стрельбе, однако оказывается не готовой оперативно среагировать на происходящее. Отряд специального назначения прибыл на Утою в 18 часов 25 минут. К этому моменту Брейвик находился на острове уже час 12 минут. Пока полиция решает, как добраться на остров, террорист успевает дважды позвонить на экстренный номер 112 и сказать, что хочет сдаться и понести наказание. Горячая линия полиции. Добрый день. Меня зовут Андерс Беринг Брейвик. Я командор норвежского движения сопротивления. Я на Утою. Мы только что провели операцию от имени тамплиеров Европы и Норвегии. С условием того, что операция завершена, приемлемо ли сдаться отряду Дельта? Через 9 минут после прибытия спецназа на остров террориста задерживают. Сопротивление правоохранителям он не оказывает. На допросе Брейвик расскажет, что мечтал совершить теракт по примеру Аль-Каиды. Он приехал на остров не только потому, что там собираются сторонники рабочей молодежной лиги, но и потому, что в этот день лагерь посещала бывшая премьер-министра страны Гру Харлем Брунтлан, которая руководила страной на протяжении 10 лет. Брейвик собирался взять ее в заложники и отрезать голову, сняв это все на видео. Гру Харлем Брунтлан покинула остров на несколько часов раньше запланированного. Еще до того, как туда приехал террорист. Опять-таки, вот эти сказки, которые придумывают практически все серийные убийцы, множественные убийцы о том, что они несут в себе какую-то высокую миссию вселенскую, спасение всего мира от скверны, это, я глубоко в этом убежден, это проверено мною на практике, это проявляется практически у всех. Это является психологической защитой от внешнего осуждения, осуждения всего окружающего мира, прежде всего для самого себя. Я не вижу прямой связи между теми людьми, которых он убил, и премьер-министрами. Причем здесь вот то, что ты совершил, к той великой идее, которую ты несешь. Брейвик планирует сделать судебный процесс максимально открытым и медийным. Во время заседания он хочет пропагандировать свои идеи, однако суд проходит в закрытом режиме. И в августе 2012 года террориста приговаривают к максимальному сроку по местному законодательству. 21 году заключение с возможностью продления срока на 5 лет неограниченное количество раз. После суда террорист пытался зарегистрировать собственную нацистскую партию, начал писать автобиографию, а в 2021 году заявил, что готов продать права на фильм или книгу о нем за 10 миллионов долларов. Брейвик постоянно жалуется на условия пребывания в тюрьме, например, из-за дверных ручек, которые натирают ему руки, или отказе администрации тюрьмы предоставить в камеру игровую приставку. В марте 2022 года Андерсу поменяли место заключения. По иронии, теперь он отбывает наказание в тюрьме, которая находится на берегу озера, окружающего Утою. На острове, где произошла трагедия 22 июля, сделали мемориал с именами погибших, а местные кафе превратили в информационный центр, посвященный трагедии. Однако уже более 10 лет до нас доносятся новости о людях, которые считают себя последователями Брейвика. Я разговаривал, общался неоднократно с несколькими такими, так называемыми поклонниками наших отечественных украинских серийных убийц. Что привлекает? Привлекает смелость, решительность, способность взять и противопоставить себя обществу как таковому и системе. Вот и все, ни больше, ни меньше. В общем, если так подытожить, то можно прийти к выводу, что люди, которые являются поклонниками убийцы-негодяев, это люди социально неудовлетворенные. То есть это люди, которые имеют такой же комплекс социально-психологических проблем, какой имел, наверное, вот тот же самый Брейвик. То есть это, знаете, как товарищи по несчастью. Вот, скорее всего, так. Как и в сюжетах, которые выходили на канале ранее, мы стараемся рассказывать вам о людях и различных человеческих проявлениях. Напоминаю, что вы можете посмотреть наши старые сюжеты от Эдди Банди или Анатолия Анаприенко. Мы будем благодарны, если вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на канал и оставите комментарий. Скоро увидимся!